Здравия, соратники! И сегодня мы поговорим о пожарах, потому что нужно ответить на много вопросов, которые были заданы в комментариях на предыдущее видео. В качестве вводного я поставил вот это видео моего соратника Age of Disclosure, который хорошо разобрал в виде слайд-шоу, разобрал вопрос сжигания именно сознательных пожаров, различных выставок, мировых выставок. Напомню, что в 1915 году Сан-Франциско выставку снесли просто в Сан-Франциско, а все остальные сожгли. Crystal Palace был, оказывается, не только в Лондоне, но и в Нью-Йорке. И в Нью-Йорке в 853 году его построили, в 858 сожгли. Вот так он выглядел. Он сгорел до тла. Никакой возможности восстановления. Вот он демонстрирует гравюры, так называемые. 858 год. Это строение было копией Crystal Palace. Лондонского. Но еще был Crystal Palace в Амстердаме и Виндерландах. Их, оказывается, было много. И он тоже сгорел в 929 году. Дворец популярных наук. Огромнейшее здание в центре Амстердама. И сгорело. Оно создано по мотивам Crystal Palace в Лондоне. В Лондоне. Просто полюбуйтесь. Потрясающе. В 929 году сгорело до тла. Такой же странный огонь, как и Crystal Palace в Лондоне. Чему там гореть, казалось бы. Железо и стекло. Все эти здания были посвящены выставкам. И достижениям мировой индустрии. Промышленности. Crystal Palace был еще и в Вене. Тоже дворец. Тоже со свободной энергией. Тоже сгорел в 939 году. Выглядело потрясающе. Судя по крыше, атмосферное электричество. Прибор для сбора статики. Удивительное дело. Не смогли пожарные вовремя прибыть. Не смогли потушить. Еще один Crystal Palace в Лондоне. Самый знаменитый. То же самое. Сгорел до тла в 1936 году. Полностью железное здание. Покрытое кристаллами. Именно стеклом. По официальной версии в Гайдпарке построили. Приурочили к открытию выставки в 1851 году. А потом якобы перевезли. Но об этом у меня было видео на канале. Может быть сделаю еще раз. И в 1936 году сгорел. Удивительные совпадения. И вся королевская конница, вся королевская рать не может шалтая болтая. В смысле потушить не смогла. Не шмогли. Как в Нотр-Даме. Но об этом чуть позже. Все мировые выставки. Включая колумбийская. Сгорели. Колумбийская в 1937 году. Вот так она выглядела. Заголовки газет. Трагедия. Колумбий. Колумбийская выставка. 16 человек погибло. Просто наблюдатели. Они смотрели, как это все горело. Вот так это все выглядело. И тоже железные. И каменные здания рухнули. Массивный дым. Сразу резко. По огромным площадям. Международная выставка. В Брюсселе, Бельгии. Тоже уничтожена пожаром. В 1910 году. То есть более 100 лет назад. За одну ночь. Огромные площади. Плавились балки. Железные. Несмотря на все усилия пожарных. Именно центральная часть экспозиции. Почему-то уничтожена. Но множество мелочных, мелких зданий. По краям остались. И самое интересное, что. Это были залы. Именно промышленности. Залы станков. Что именно этими пожарами хотят прикрыть. Потому что можно часами показывать. Фотки сгоревших зданий. Большинство этих странных пожаров. Были мировые выставки. Здания мировых выставок. Загадочный пожар. И что-то ими хотят скрыть. Но самое интересное, что во всех из них были органы. Те самые, как и в церквях. Но что они делали в выставках? И в Кристалл Палас в Лондоне. И в Кристалл Палас в Нью-Йорке. И везде. В Колумбии. Казалось бы, что общего между промышленностью и органами. Церковными, трупными органами. И что они делали на выставках? Они были везде. Даже на кораблях. Даже были переносные органы. Они были во всех больших, так называемых, особняках. Мэншинс. Это закрытый был канал. Его закрыли. Сами понимаете, за что. А теперь перейдем к содержанию моего канала. И я немножко добавлю. О странных пожарах по всему миру. Странные пожары именно в зданиях, где располагаются органы прежде всего. Но и всех прочих старых зданий, церквей по всему миру. Удивительные совпадения. Самые известные пожары в Матрудам. Начнем с него. Интересный пожар. Интересный дым. Интересная мощь пламени. Горит именно башня, сделанная из камня, который поедине чего может гореть. Это другой пожар. Пожар в Нью-Йорке. Странный. Опять терзают смутные сомнения. Вот это вот обычный пожар. Обычный дым. А вот пошел необычный. И резко очень. Прям вот что-то похожее. Подозрительно чой-то. Это нормально? Я специально усиливаю. Есть в логике такой прием. Доведи не до абсурда. Чтобы достичь цели. Донести. Просто подумайте сами, что происходит. И кому это нужно? Дым распространяется аналогично. Цвет дыма примерно такой же. Но может быть просто у меня паранойя. Давайте посмотрим на обычный пожар. Сейчас мы к этому перейдем. Вот обычный пожар. Обычный такой же церкви. Немножко другой цвет пламени. И немножко другой дым. И немножко другое пламя. Другой характер распространения. Поджоги точно подозрительные. Горят именно старые церкви. Так называемые. Допотопные генераторы. Назовем их так. Которые расположены в особенных местах. И которые все еще сделаны так, чтобы гнать потоки энергии. Которые все еще помнят, что было раньше. Они сделаны не просто как здание, чтобы быть единым комплексом и держать вибрации. Вот давайте ускорим. Вот это уже не очень нормальный пожар. Но тем не менее, это тоже церковь где-то в Англии. Вот человек стоял, снимал. Вот это другая церковь в США. Я нашел сотни таких видео. Я сделал подборку из небольшого числа. Но тем не менее, дым черный. Дым, обычный черный, пламя ясно видно. И площадь задымления большая. Вверх ничего не уходит. Вот еще одна церквушка горит. Удивительно. Тоже в США. Тоже якобы в 19 веке построен. Но черный дым. Просто черный дым. И горит крыша. Понятно, что горит. Вниз пламя почему-то даже не идет. Дым черный, потому что свинец горит. Свинец окисляется, потому что крыша почему-то из свинца у них у всех. У всех абсолютно. Как будто другого материала нет. У нас купола были из золота, по понятным причинам. Для понятных целей. А тут из свинца. Просто другие свойства. Но все они на особенных местах. Об этом чуть позже сделаю. Вот тут понятно, чему горит. Деревяшки прогорели и все. Огонь потух. Башни не падают. Стены остаются. А что мы видим в Нотр-Дам? Интересная форма пламени. Интересный дым. Тут хорошее видео. Просто люди сняли. Просто упала башня. Откуда такой поток огня и желтого дыма? Термит. Гептил. Кто химик? Кто может подсказать, что дает покой? Желтый дым. И пожарные. Прибыли всего через три часа. В центре Парижа. Находится. Самый. Известный. Иконический. Храм. В центре Парижа. Повторяю. Не того Парижа, который под Екатеринбургом. И не того Парижа, который в США. Парижа, который в центре Франции. Понятно, что все это было предсказано. Но они не могли. Они тушили все. И стены. Они тушили пламя. Они тушили воздух. Воду направляли. Кроме источника пламени. И все это подозрительным образом. Было предсказано и показано. В нескольких видео. Включая iPad Goat. Домашний козел. Чему там гореть? Еще раз. Посмотрим внутри. Разберем немного. Огромные сооружения. Вот еще один интересный пожар. В Нью-Йорке. Начался снизу и пошел вверх. Резко. Чему там гореть? Вот так. Ничего не напоминает? Не, может у меня паранойя. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. В день, когда сгорел Нотр-Дам, больше 20 пожаров на территории СНГ произошло в старых церквях. Совпадение? Плюс-минус. Вот это происходит в Японии. Недавно совершенно. Замок так называемый сгорел. Вот у нас много таких церквей. Порядка. И можно продолжать и продолжать. Тысячи и тысячи церквей. Именно старых церквей горят. А новые строят. Как вы думаете, почему? Совпадение? Не думаю. Продолжение следует.